МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приближается одна из самых интересных и необычных ночей – ночь на Ивана Купалы. Этот праздник посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. На Ивана Купалы существовало множество волшебных преданий и удивительных обрядов. А вот каких расскажут Анна Терентьева и Илья Маланин, педагоги дополнительного образования Центра эстетического воспитания Песнохорки. Ребята, здравствуйте. Давно вас не было у нас в студии. Рада видеть. Расскажите сначала о своем центре. Давайте напомним, как давно он существует. И, если не ошибаюсь, раньше он назывался Центр эстетического воспитания детей Песнохорки. Теперь дети у нас почему-то куда-то делись. Возможно, взрослые присоединились к этому коллективу. И вот такая вынужденная у нас была перемена. Ну, все верно. Центр наш переименовали в связи с тем, что стало много желающих взрослых, нам, как говорится, приходить, изучать наши традиции, песни, игры, танцы, хороводы, носить традиционную одежду. И поэтому мы были вынуждены убрать слово детей, которое нас сдерживало по возрасту. А теперь наши грани развернуты, расширены. И мы можем всех желающих принять в себе. Как вы думаете, почему такой интерес со стороны взрослых появился? Ну, мы же постоянно на людях. Да. И помимо того, что мы с детьми постоянно работаем, значит, взрослые тоже смотрят, им становится, видимо, интересно, и они тоже хотят заниматься этим. Ну, да, в общем-то. Говорим теперь про праздник. Немного истории Ивана Купала. Ведь он все же не христианский, языческий праздник. Изначально этот праздник был языческий, потому что он был посвящен воде, солнцу, огню, то есть и траве. Но так, когда произошло крещение Руси, этот праздник совпал у нас с рождением Иоанна Предтечи. И вот первая часть праздника была переименована именно в слово Иван, от слова Иоанн. А Купала осталось название в честь божества Купала языческого. Так и произошло название праздника Иван Купала. Ну, произошло слияние вот этих традиций, да? Да, двух традиций, действительно. Иван Культур. Было много любопытных обрядов, насколько мне известно, совершая которые, люди верили, что, ну, наверное, чудо, что ли, случится. Ну, вот в частности, прыгали через костер. Зачем они это делали? Ну, было много традиций таких вот. Это прыгание через костер было связано именно с почитанием солнцу. То есть это почитание огню. Как говорится, разводили костры. Костер был самым главным действием, в принципе, всего праздника, потому что сам праздник, когда происходил ночью, протекал. Об этом мы в дальнейшем расскажем. Ну, а прыгали через костер. Девке был такой период гадания. И в этот день, в эту ночь, вернее, считалось, что вся нечистая сила, она оживала. И чтобы девка могла доказать, что она не относится к нечисти, она была должна, она обязана была прыгнуть через костер. То есть если она боится перепрыгнуть через костер, могли ее отнести к ведьмам просто. И в стороне воздерживаться от нее. То есть парни могли на нее потом уже не смотреть. Я немного не поняла, вот каким образом она доказывала, вот именно прыгая через костер. А ведьма, она не может перепрыгнуть через костер. А вот. Да. Поэтому ведьмы-то они боятся огня. Да, точно, точно. Все, теперь я уловила взаимосвязь, конечно. Вода в этот день тоже обладает какой-то волшебной силой. Целебной силой. Обладает, да, считается, что даже, ну, купаться, обливаться водой, да, ты считала, что здоровье даришь человеку. Еще были такие поверья, что надо было сжигать старые вещи. Считалось, что если старые вещи сожжешь, уйдут незгоды все, ругаться меньше будут люди. Угу, старые вещи, и в смысле одежду? Одежду, да, одежду, одежду. То, что в доме есть. Да. И многие даже вот родители, у кого больные были дети, ну, болели какими-то таким серьезными болезнями, они сжигали вот эти вот вещи детей, тем самым считалось, что болезнь отойдет от ребенка там, ну, или от кого-то из членов семьи и тем прочее. Вот. Ну, а если вернуться к воде, то есть вода действительно обладала целебной силой, считалось, что прямо с самого утра нужно выходить и собирать не просто воду, а прямо вот начинать именно с росы. Угу. То есть нужно было собирать эту росу, и потом эту росу использовали вот как лекарство. То есть ее пили, эту росу, омывались, умывались. И вот, как говорится, вот так ее использовали, да. Ну, и плюс, собирая росу, собирали еще и травы. Считалось, что в этот день травы обладали целебным свойством. Все вот эти знахари выходили как раз у нас на сбор трав и ягод, урожая, как говорится, своего. И чтобы эта трава и вода приобрела еще более мощную свою силу, энергетику, нужно было, чтобы собирали ее обязательно, например, стар и мал. То есть как бы два разных вот поколения, что ли. Потому что молодой, маленький ребенок, он был еще, ну, как сказать, невинным, чистым. Да. Ну, а старик уже мог что-то сделать дальше с этой травой. То есть знал уже, куда ее... Ну, мудрость. Да, она мудрощая. Да, действительно. Ну, еще одна традиция, о которой, ну, я думаю, все знают. Девки, как вы говорите, пускали венки по воде. Да, да. И, пожалуй, самая любопытная, мне кажется. Связь такая тоже с водой. Девка обязательно оплела себе венок, это была неотъемлемой частью. Девушки возле воды не только пускали венки, гадая, расскажем сейчас, но они еще и через этот венок умывались, тем самым считали и верили, что кожа будет румяней, белее, глазки загорят. То есть получается блюдце, которое вентяно. Да, вот эта вот часть, которая оказывалась в венке, вот через этот венок, они умывались, так как в венок вплетали ягоды, травы, которые обладали целебными свойствами, как мы уже сказали, вот, вода тоже была целебной. И они вот эту воду использовали, умываясь ей, обогащали свое здоровье. Вот. Ну а чтобы привлечь парней к себе, девки гадали, конечно, на венках, это была для них такая церемония такая важная очень. То есть если венок поплывет далеко-далеко-далеко, они следили за ним, контролировали этот процесс, то выйдет замуж в этом году девка. Если будет крутиться на одном месте и в конце потонет, то лучше отложить замужество. Ну а если совсем уж не поплывет и канет ко дну… Ну или где-то застрянет, быть может, да? Тогда вот какие-то несчастья ее ожидают, и может даже остаться она вообще незамужней по жизни девкой. Слушайте, но ведь верили во все эти приметы и традиции. И я знаю, ну много лет назад песнохорки тоже совершали, ну не знаю, в качестве возможной игры и любопытства, вот подобные обряды, а быть может что-то вот случалось, что совпадало? Ну никто, как говорится, не прослышал эту историю дальнейшую. Ну парни, вот кстати, когда девки гадали, парни тоже ведь они не были в стороне. Они следили за девками поодаль там, и они вылавливали эти веночки. И потом еще и, как говорится, девки выкупали эти венки у них, у парней. Ну такой своего рода, говорится, хитрый ход, мол, я твой веночек поймал. Ну тем самым он привлек внимание к себе, выловил. Ну быть может они еще смотрели на реакцию девушек, видят, ой, не поплыл, а так замуж хочется. Вот она, потенциальная супруга, да? То есть подглядывали, понятно. Да, действительно. Ну в общем для людей это была все же не игра. Нет. Это были серьезные обряды. Это были серьезные обряды, да, и люди верили в это. И они с самого утра начинали подготовку. Во-первых, дом украшали полностью зеленью, приносили в дом вот эти целебные травы. Утром сходили, набрали росы, нарвали трав, принесли в дом это все, разложили. Обязательно нужно было в этот день помыться, принять баню. И в баню тоже пол весь устилали целебной этой травой, потому что баню затопил. Вот эти испарения, пары, они тоже являлись целебными. Вот, на полок накладывали, на лавки, на пол. Мылись в этой бане девки и парни, как говорится, по раздельности, конечно. Просто есть много праздников, когда девки и парни позволяли себе много. По раздельности мылись девки и парни, потом встречались на поляне. Парни искали место для костра, забивали колышки, как это называется. Забивались большой кол. На этот кол подвешивали сухую ветку, поджигали ее и смотрели. Будет хорошо гореть, значит, будет хороший костер. Значит, место выбрано удачно. Да. Если потухла веточка сухая, надо искать другое место для костра. Да, потому что праздник длился всю ночь, до самого утра, и нужен был большой, серьезный костер. Поэтому костер делали в два, а то и в три этажа, по нашим меркам. Ну и, естественно, много маленьких костерков, через которые уже прыгали и забавлялись возле них ночью. Для освещения, как говорится, еще дополнительного. Вот. Делали чучело-купалы. Да, вот это тоже такой интересный момент в празднике. Чучело-купалы, вообще чучело у нас прослеживается в нескольких вот праздниках. На Масленицу мы сжигаем чучело. Ну, самое популярное. Осенью тоже делают, на праздник осенин, делают чучело-семика, которому ищут невесту. И не зря говорят, что навстречу Масленице выезжал честной-семик там на салазочках. Вот. На купалу тоже делали чучело-купалы. Он, этот чучело-купалы, мужского пола был, и он искал себе невесту. Выбирали самую красивую девку из села, которая была вот невестом этому купалы. Их, им играли шуточную свадьбу, ну, как бы их обручали так шуточно. Вокруг них водили хороводы, то есть она, эта девка, была в центре внимания вот целый день. И всю ночь, до следующего утра, как говорится. Вот. Она раздавала всем венки, плела, то есть как от, как сказать, от... Главный виновник торжества, получается. Да, главный виновник торжества, действительно. Чучело сжигали потом? Нет, его не сжигали. То есть мужа оставляли? Мужа не оставляли, его топили в реке. То есть все равно, приговор был подписан. Для чего делали это чучело, что оно обозначало? Обозначало то, что этот праздник является расцветом сил природы. То есть после этого праздника, все, это был пик природы. То есть природа начинает увядать. То есть можно сказать, что лето на убыль с этого дня. Да, а день на убыль уже идет. Поэтому и чучело купало, когда его потопили, говорит о том, что все, лето... И купаться нельзя, кстати. Купаться можно еще до Ильина дня, до 2 августа. Точно, точно, точно. Я перепутала эти праздники. Ребят, времени не так много осталось в эфире. Вот вы наверняка, может быть, прослеживали. Мы современные люди, понятно, у нас быт, дети и так далее. А вот в каких-то деревнях, в глубоких, вот эти традиции еще сохраняют? Или там тоже уже все позабылось? Ну, у нас осталась одна вот традиция, только обливание водой. А как она в городе осталась, и вот так же в селе. Вот это вот обливание водой, мне кажется, не очень хорошая традиция. Или мы ее просто неправильно подаем? Неправильно подаем. С из ведра, извините, или с балкона обкатили. К сожалению, очень мало из всех перечисленных традиций до нас дошла. Вот одна вот она. Но мы ее неправильно используем. То не в том формате. Да, не в том формате. Для нас осталась это просто забава. Для детей, а для взрослых уже и вообще отошла даже эта забава. То есть, если бы это протекало где-то на реке, как действительно это должно быть в старину, на поляне, на реке, возле реки, это было бы приемлемо. Но когда мы едем действительно в общественном транспорте, или в машину тебе в окно заливают ведро воды, не очень приятно. Во-первых, имущество портят, ну и прочее. Поэтому, к сожалению, уходит, уходит эта традиция все дальше и дальше от нас. Ну, я знаю, что песнохорки эту традицию все равно сохраняют. Празднование, как положено, дня Ивана Купала. И как ваши дети реагируют? 30 секунд на ответ. Дети очень положительно реагируют, потому что дети далеки от этого. Далеки от села, к сожалению. Очень мало у нас детей, которые ездят в деревне. Для них это все равно игра, правда? Да, для них это больше игра. И поэтому их это просто забавляет. Они радуются, веселятся и говорят, хочу еще. И приходят каждый раз к нам все больше и больше детей. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам. Всего доброго. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Терентьева и Илья Маланин, педагоги дополнительного образования Центра эстетического воспитания Песнохорки. Спасибо.